Но если бы российские граждане включали свои мозги, если бы они не получали информацию из одного источника, проснитесь, россияне, есть ютуб, есть другие еще не закрытые у вас социальные сети, сравнивайте, наблюдайте, думайте, включайте голову, наконец. Я ему сказал в тот день, когда победил Зеленский, сегодня произошел крах всей российской пропаганды, потому что в фашистской стране, где правит хунта, где бандеровцы и националисты, 73% граждан проголосовали и победу одержал еврей Зеленский. Но это еще полбеды, потому что действующий премьер-министр еврей Гройсман и лидер оппозиции еврей Рабинович, это какая же фашистская бандеровская страна, где правит хунта, где евреи занимают такое положение, и президент еврей. Что касается пропаганды, вот тут никто не жалеет денег. Государство за их вранье целенаправленное дает им возможность хорошо жить, и они отрабатывают эти деньги.